друзья всем привет если вы боитесь что ваш автомобиль украдут это видео именно для вас если вы запарились зимой запускать дизельный двигатель это видео тоже будет для вас полезным если например от машины хотите комфорта ну например зимой садится в прогретый автомобиль а летом садится в прохладный автомобиль то это видео тоже будет для вас полезным ну если например возле парковки супермаркета вас кто-то случайно влупил или же не случайно специально ударил автомобиль и уехал при этом не беда тоже можно вычислить как именно об этом сегодняшнее видео если например вы другу выдали автомобиль ну или же какому-то знакомому и хотите посмотреть где в данный момент находится машина да тоже без проблем и также много много других вопросов и вот упреждая наперед скажу что такие вопросы что же делать когда меня с на светофоре выкинули с автомобиля здесь тоже будет ответ на этот вопрос как заглушить машину дистанционно в общем сегодня видео об охранных комплексах и и попрошу не путать с сигнализациями кстати какая разница между ними об этом тоже сегодняшнее видео разворотили мой автомобиль визнитель сертификовано якисный сервис и установлено долгий палевок это двумиллиметровый автолюка подогнутый спелят или мы нас подняли 37 достаточно разбить пару и по проводам не шкодите буквально за 30 секунд кабеля взагалі тут не мая буты кабель для программирования систем как этого делать точно не нужно а ты с такими два километра любой точки планеты где есть интернет открыть багажник забрать свои вещи дайте домой и лечь спать и о приятном почему я оставляю машину до завтра доброе утро франку фонси возилась не победила пандора вольвовскую сигналку кто это сволочь которая ездит на машине и дальше будет все красота была у нас история которая мы поехали снять ее спонтанно просто так но это выпало в такой контент который казалось сначала не по нашему каналу а по факту забегая наперед скажу что хронометраж видео просто разговоров получился практически три часа это с того что было пять с половиной рубанули на 3 и все важное и как вот теперь оставить хотя бы 40 минут взрывается голова но мы попробуем это сделать надо рассказать легкую предысторию как я вообще вляпался в эту тему есть у меня друг пётр компании 2 zero авто это их не сертификат наш подарочный висит пётр себе решил установить охранный комплекс телефонует мы кола буду ставить хочешь приезжай поднимся я же понимаю что можно позадавать вопросы я понял что мне эта хрень напоминает вот такая же самая упаковка на энтеросгеле но еду опаздываю смотрим нас там уже ждут ждет наш друг который с ивана франковской ему будут именно устанавливать сигнализацию он выбрал себе какой-то там мега комфортный охранный комплекс какой он не знаю вообще не готовились ничего не знаю сейчас на нахлёст там быстро прибежим и начнем задавать каверзные вопросы парням установщикам ни для кого не секрет что любой автомобиль можно убрать угли уграть можно угнать это все только вопрос времени так вот насколько хороши те охранные комплексы которые ставят они и если у них вообще статистика по тому сколько автомобилей угнано с их ними охранными комплексами интересно будет ли вообще такой уместный вопрос так пофиг будет уместный доброе утро все же все же все и и и и и и и и и Последняя сигнализация, которая у меня стояла на автомобилях личных, это был Deo Lanos, это был 2007 год. И на тот момент, что лучше было, это шериф. Ну, моднее, лучше, никто не мог предложить. Так вот, там она была с автозапуском, неважно. Это я к чему все рассказываю. Между той сигнализацией и то, что есть сейчас, есть огромная пропасть. Ну, это все равно, что сравнить, например, мощность какого-то современного компьютера и, например, калькулятора. Так вот, принципы установки тоже очень сильно изменились. И изменились они в том формате, что если раньше это все ставилось в одном месте и по проводам шло, то сейчас вот это вот весь охранный комплекс, он разбрасывается по машине, в разных местах все устанавливается для того, чтобы сложнее было его найти. Ставятся блокировки как проводные, так и беспроводные. Их ставится несколько. Короче, дальше вот тема будет именно от этого. Какая сейчас ситуация у нас взагалі на рынке по защиту автомобилей? Есть безличные системы, они все разные. А если мы говорим о топовые системы, на сегодняшний день это не только какие-то там дротовые блокирования, это и бездротовые блокирования. То есть, даже если мы полностью демонтуем сейчас систему из автомобиля, все равно десь будут закладены бездротовые блокирования, которые не дадут автомобилю поехать. То есть, даже если злоумислик разберет автомобиль при угоне, и все-таки найдет систему и ее деактивирует, он не может поехать дальше. Ну, по-перше, будут свои секреты еще. По-друге, мы строим мережу блокирования. То есть, нашел одну, нужно искать другую. Нашел третью, нужно искать четвертую. Когда человек понимает, что там уже двое блокирования, и нужно дальше разбираться, то, конечно, так автомобиль кидают и идут искать на стол. Друзья, здесь важно сказать, что ко мне вышел сам руководитель, ну, даже не руководитель, а целый коммерческий директор всего направления агент кар-секьюрити. Но я об этом потом узнал. Я был офигевший от того, что человек, занимающий такой высокий пост, и меня удивило то, что он настолько подкован, он столько всяких технических моментов знает. Коротко, ясно, лаконично, везде все рассказал, зачем это делается, для чего и почему. Есть у них еще парень Назар. Вот Назар как раз руководитель вот этого центра в Вишневом. И он рассказал тонкие технические моменты, о которых даже я не знал. Это самый минимальный охранный комплекс, это, соответственно, система. Через систему реализуются додатковые блокования проводные и беспроводные. Конкретно по каждому автомобилю свои блокования. Блокование и Макея то же самое, чтобы автомобильные... Блокование что? И Макея. Это, скажем так, статус распознавания ключа. Когда с прорыва у нас полностью не заварается вообще певный прибор, то система у нас не реагует на ключ, она его не бачит. И Макея это иммобилайзер, если на привычном языке. Иммобилайзер это такая капсула, которая встраивается в ключ, и ее видит автомобиль, и она понимает таким образом, что этот ключ принадлежит ей, и тогда разрешает запуск. Такое есть в разных современных автомобилях, практически во всех. Я уже не знаю машин, в которых нет иммобилайзера. Но на корейских автомобилях очень много до сих пор автомобилей, которые идут без иммобилайзера. Это если коротко на русском языке то, что сказал Назар. В соответствии с блокованиями, которые забегают подключению, например, коншины через фару, противотуманки, в Фордах. Есть такая проблема, где не только в Фордах. В Лексусах, в Тойотах так же и это. Так как мы пытаемся делать видео на простом языке, я тоже попробую объяснить по-простому. В общем, для того, чтобы подключиться к мозгу автомобиля, порой достаточно разбить фару и по проводам через компьютер подключиться к мозгу автомобиля и править его, как хочется. Ну, это очень грубый пример, но это реально правда. Блокование обеда разъема. Но тут нужно смотреться от автомобиля до автомобиля. Если есть иммобилайзер, то, в принципе, блокование доброе. Если иммобилайзера нет, то это самый банальный пример. Корейц, с запуском через ключ. Там вообще никакой ухода нет. Как оказалось, охранный комплекс, это не только пикалка с брелком. Это целая наука. В общем, для того, чтобы его поставить, ну, как я раньше думал, пригоняешь машину на СТОшечку, два часа времени забираешь и все классно. Сейчас уже изменилось вообще все. Сейчас для того, чтобы я повелся на эту хрень, ну, как хрень, хрень забегая наперед, скажу такая, кому хорошая, кому интересная, кому сомнительная, но обо всем по порядку. Так вот, я на это повелся и два дня я был без автомобиля. Но скажу сразу, я капризный. Окей, побежали дальше. И, скажем так, и система самая простая, самая бюджетная, такая, как ДИК-40С, это такая чисто брелочная система, в которой даже нет модуля блютуза, то есть ее там не расширить до GSM-но или GPS-но. Но она также может сделать и автозапуск, и подогрев, то есть припусковый подогрев, если есть вебаста, и для нее также есть специальное реле блокирование двигателя. Те же касается и самая дорогая система GSM-но. Відповідно, так же и запуск, и припусковый подогрев. Відповідно, да, там завдяки модулю БТР, точнее, модулю БЛЮТУС можно подвязывать уже БТР-101, тобто реле блокирование, которое без проводов в той же системе, в 40С, потребно по проводу. Функционал, захист, можно сказать, аналогичный. Это таки, больше, ну, ДХ-40С, приемник тех старых вариантов систем, где все использовалось и шло чисто через связок по герцовке, там, 868. То в новых системах там уже лучше, простее, ну, для установления и для реализации блокирования, благодаря модулю БЛЮТУС. А так плюс-минус функционал, и захист одинаково. То есть, что найдешевший, что найдорожший комплекс функционалу, у всех один то же самое. Да, все, вот именно, все впирается в то, каким вы хотите получать, скажем так, блокирование assumptions, и каким у вас, соответственно, автомобиль, ну и том, соответственно, финансово запасы. А принципово разница все-таки в модулях безпосередньо БЛЮТУС, потому что БЛЮТУСная система можно набагато х sn vhio. и по возможности реализации блоку ванцами проводных без проводных у нас набор то больше спектр потому что если мы берем систему старого образца то нас все-таки основное кирование будет идти по проводам здесь важно сделать пояснение так как нас смотрят разные люди и я привык объяснять как для шестилетних людей я сейчас просто нарисую значит раньше было как вот предположим есть приборка устанавливать другу вариатор спидометр что было понятно и художник из меня так себе в предположим что сигнал установили вот где-то вот в этом месте и надо по проводам заблокировать двигатель раньше это было по проводам сейчас это все не работает сейчас это делается чуть-чуть по-другому я даже возьму другого цвета маркер он издает сигналы он выдает придает информацию по bluetooth то есть bluetooth наушники все знают что это такое за технология то есть это беспроводная технология и вот этот вот управляющий блок его можно поставить где угодно хоть под задним колесом хоть в багажник хоть под переднем подкрылка вообще можно спрятать так что его не будет видно а он маленький да дальше вот под капотом ставится это датчик куда-то так что его не видно и потом он вшивается в родную проводку то есть во первых его сложно найти а если еще будет стоять дополнительный замок капота котором они позже рассказывают то достать его просто невозможно и вот когда нету проводов невозможно подключиться вот в этом плюшка этой сигнализации сигнализация от охранных комплексов отличается тем что сигнализация она оповещает охранный комплекс он берет под охрану и просто охраняет ну это как бы очевидно но смотрим дальше замок капоту мы тянем провод да потребно там поставить и деколька сирен на прикладу но в салоне доме под капотом мы тянем провод потребно реализовать то же самое блокирование по БТР Че такие БТР? Реле блокирование? Да да бо есть еще просто именно реле такие компактные там намешаются они або для таких якихось простеньких блокировок по слаботочке або то використовуються ну в частности для деяких автомобилей реалізація автозапуска там потрібно деякі моменти скажем так соблюдать щоб коректно відпрацював автозапуску тому дуже багато варіантів її використання саме просте це блокирование бедерозъема це для реалізації автозапуску на тих автомобилях де потрібно як це називається просто народе убивать штатку и вот саме ця реле була на себе керування цей штатку щоб вона не возмущалась про автозапуску когда я уже согласился на установку на инсталляцию вот этого охранного комплекса когда я уже попал на весь этот цыганский движ я для себя все равно решил уточнить а безопасный ли вообще вот автозапуск потому что в моем осознании как вот машина заведенная расфигачил стекло сломал замок зажигания по педалям и поехал то есть двигатель уже запущенный так вот у меня был этот вопрос а безопасно ли это давайте посмотрим что парни ответили дивіться при коректном налаштування автозапуску заволодіти автомобилем таким чином поїхати ніяк нереально тому що запуск робиться через блок пандори ну безпосередньо а робиться він тільки коли автомобіль закритий під охорону тобто відповідно блокування у нас усі вступили в силу постороннє проникнення в автомобіль там скажем так заділи педаль тормоза автомобіль вулок не включая панику пробовали коробку передач подвергати паніка втронули кнопку за запалення паніка поставили взагалі датчик объєму тут у нас просто закрита машина зі сьома працюющими системами просто вона заведена не більше того да да пандора не повноцінна заміна ключа а тільки имітація підставка да якщо некоректно налаштувати автозапуску деякі маніпуляции по угону автомобиля можно провернуть я как парень куканый быстренько пробил вообще сколько стоит охранный комплекс пандора я вижу что есть она блин чё греха трои там на 500 на 700 гривен дешевле чем у них я ж сразу задаю вопрос пацаны а почему у вас дороже а у остальных дешевле я получил настолько развернутый ответ что я просто офигел и потом забегая вперед слегка засполярю приехала машина с хреново установленной сигнализацией и пацаны нам показали что такое хорошо установлено не на камеру нам показали как правильно устанавливается охранный комплекс почему не на камеру потому что парни в первую очередь это расценивают как нарушение безопасности ну а во-вторых даже с точки зрения морально-этической снимать на другом автомобиле где что как правильно устанавливается но это точно просто верх наглости ну а как неправильно об этом немножко позже дальше я задал вопрос олегу какой вообще сколько времени можно вот ну я ж как привык быстренько по секундомеру прибежали установили потратили там два три четыре пять часов времени на что услышал такой развернутый ответ что я оставил машину настолько насколько они попросят ну давайте поподробнее чего такая ризница а может быть ну почти треба бачите про рахунок сам этой компании чтобы точно сказать в чьому ризница на чьому можете экономить первое на самом обладнании и брать его например не сертификованы в таком випадку потім цей клієнт до нас приїде на гарантію і ми будемо змушені відмовити в ней як відрізнити сертифіковано від не сертифіковано це є перелік можна зателефонувати до дистрибьютора навіть і по номеру серийному дізнаться чи ця система ввезена в Украину чи вона не ввезена в Украину тобто наприклад якщо я десь там дізнався що можна дешевше то мені краще ці всі коробки взяти поперезвонювати до офіційних там представників і дізнати чи нового та чи чи вбити десь на сайтах чи на сайтах деякі деякі будуть там питання які за допомогою яких працівник уже зможе вам підсказати сертифіковано не сертифіковано далі на чому можуть економити це звичайно на швидкості монтажу це місце розташування тобто легше поставити десь там чим там далі треба розуміти набір опцій які в принципі реалізуються то хтось може їх реалізувати одним чином хтось може заморачуватись реалізувати їх іншим чином теж треба дивитися у зв'язку з чим іде економія що я сказав що це таке питання яке стосується всіх сервісів наприклад так звернутися до Миколи на рахунок огляду автомобіля зараз каже там 100 фотографій робимо чи 200 там 40-50 хвилин перевірки автомобілі це коштує стільки то стільки то хтось каже я там дивлюся за 5 хвилин машину і мені все зрозуміло і вам також буде все зрозуміло тобто в цьому відмінність дуже добре уточнюєте тому що якісний сервіс не може бути виконаний за 2-3 години якщо ви вже вирішили ставити систему то ви виділіть час стільки щоб професіонали змогли зробити всю роботу правильно і точно на них ніхто не давив на рахунок часу а що ще треба враховувати це постгарантійне обслуговування наприклад у нас вона складає по замовчуванню 3 роки якщо наприклад через рік у вас система виходить з ладу або там щось вона некоректно працює і наш спеціаліст при огляді каже що дійсно є проблема системою ми без експертиз без знімання з клієнта зобов'язань приїжджати декілька разів до нас ми просто беремо нову систему і міняємо при цьому гарантія відновлюється знову ж таки на три роки з моменту заміни гарантія це обов'язок любої сучасної компанії виконати і на жаль ми стикаємося з тим що дехто навіть не хоче її виконати відправляючи це на профільний центр на профільний центр згідно законодавства не може нести всю відповідальність після самого монтажу навіть якщо ми проводимо тренінг він займає годину де щось вкладається в голову де щось не вкладається в інструкції також не розписані всі нюанси вони там розписані тільки стандартні якісь там речі підтримка цілодобова чи робочий час скільки думається на увазі якщо людина там от я як зараз розповідав ситуацію що мені часто телефонують бо не може дозвонитися до тих хто встановлював охоронний комплекс називаємо так і телефонують що робити мобільні телефони робочі є робочі так але кожного нашого працівника центру який відповідає за роботу з клієнтами ці робочі номера підключені ще до окремого особистого тобто він з них завжди з собою і в неділю Назар бере трубку і консультує наших клієнтів коли гоняють автомобіль то получается так що включають глушілку глушілка це неке таке устройство которое забиває шум делает шум пускає я не буду вдаваться в технічні подробності в общем делает так що эта сигнализация ніколи ніколи не позвонить потому що на не достучиться до самих сотових связь короче она пропадає с радаров полностью машина становиться невидима і коли включається глушілка і як поведе себе автомобіль когда включить рядышком глушилочку ответ меня приятно удивил випадку якщо пробують заглушити систему вона відправляє вам увідомлення на мобільний телефон про те що попропав зв'язок також є додаткові модулі які включаю питання як воно відправить якщо заглушили справа в тому що спілкування між автомобілем і власником відбувається не напряму а через сервер і саме сервер моніторить чи знаходиться автомобіль на зв'язку якщо сервер його втратив він починаю відправляти власнику вже увідомлення втратив ну це ж можливо бути втрачання сигналу наприклад якщо він заїхав десь в тунель чи на парковку відповідно і ще називається він реагує на білий шум також тобто всі діапазони частот які саме дають нам змогу заглушити сигнал ми можемо також встановити і встановлюємо додатковий датчик антиглушіння він не попереджає власника але він вмикає тривогу тобто якщо глушать сигнал він включає тривогу тобто якщо злочинець кладе глушилку на лобове склою починає вже щось працювати або спробує почати працювати включається сирена і включається тривога тобто ще не включавши красну машину вона вже починає кричати да цей модуль називається антиджамер і ми його вставлюємо встановлюємо також на автомобіль та ще Pandora зробила сирену PS332 автономно компактна сирена яка також працював по блютузу але в неї от іменно направленість на те що вона тримає зв'язок по блютузу як тільки цей зв'язок преривається тобі ж глушилка включається треба у нас маленька виходить вістань мала виходить так вістань то ні чому ні мається на увазі коли глушилку запускаєш рветься сигнал зв'язку немає сирена починає виріщати що чоловіки паливо хелпній спасіті нам вістані не потрібно бо сирена в нас буде безпосередньо стати ну можна під капот можна в салон декілька штук поставити капотний простір це як уже було раніше названо підкидання свого своїх мозгів тобто ЕБУ те що автомобілі зразу можна сказати підготовлені до вугону це насамперед по-друге це бистрий доступ до акумулятора тобто відповідно якщо вони починають якісь маніпуляції проводити з автомобілем щоб вони не змогли быстро виключити сирену це раз а по-третє так як деякі блокування під капотом робляться то відповідно і до них потрібно добиратися тобто ми розділяємо грубо кажучи коли робимо такий глобальний комплекс на два підкомплекса тобто перший це в нас який знаходиться в салоні другий це який знаходиться нас під капотом піддачу все може вже переключити трос і ось можна дотягнути переключити поставити безопасність коробки передач відповідно ми розділяємо що якщо вони вже в автомобіль проникли вони скажімо так цим нічого все одно не доб'ється вона ще залишається блокування під капотом і капот скажімо так зберігає замок капоту різновидів замків капоту є багато є механічний чисто є це двоміліметрова столюка я так розумію 2,5 напевно ну так трохи так немало а сюди і щось заходить ще один штифт грубо кажучи всю петлю він блокує так от виходить штифт який у нас і враховуючи місце де він розташований його вони підпилять а так тут піляй не піляй калена хрень не ну реально диви ось так ця штука вона калена є так треба ж до неї підлізти це буде нереально в принципі а стоїть вона я так розумію ось 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 так да ні 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 ну так таким принципом вона стає ось так ось так це називається модельний замок капоту тобто ставиться на штатні міста є ще скажімо так немодельний універсальний замок капоту механізм у нього приблизно такий же самий як і скажімо так в цього привода але в нас безпосередньо весь захист заключається в цьому приводі це якщо універсальний туди береться підключається типу звичайний центральний замок схожий так тобто він туди-сюди тягає і все так ну і ще є аварійний трос на випадок якщо скажімо так щоб можна було механічно відкрити так механічно там всякі можуть бути моменти так універсальний як він робиться тобто привід у нього такий же самий тільки принцип його захисту те що ми беремо штатний трос скажімо так перекусуємо і пускаємо його вже безпосередньо через цей привід і ще є окрім модельних так звані чупа-чупси такий чупа-чупс це замок капота який робиться скажімо таким чином що монтується блокіратори в кришку капота і ну саме скажімо так штирі і сверлиться в телевізор ну чистіше всього в телевізор а він додатково ще фіксується в двох точках так так тобто тут вже йдуть фіксатори і його замикають а по типу спортивних пепотів мається на увазі штирі стерчать і потім скобами затягують ну так щось типу того але реалізовано трошки по іншому так відповідно стерлиться сюди чому чупа-чупси? за форм-фактора ножка і шар а там шарік на кисі? так так тому і чупа-чупси вони розвиваються а замки капота скажімо типу чупа-чупси дволі такі дорогі якщо вони хороші можна поставити дешеві але в них там скоріше всього буде проблема потім поклиненню в часті що всього дешевих варіантів немає аварійного відкриття тросу скажімо так такий замок капоту типу чупа-чуп заклинив то готуватись до того щоб вирізати замок капоту бо один чупа-чуп ставити не різонно а два чупа-чуп треба ставити те що має ще додаткове механічне відкриття тросу так так і відповідно тут комплекс встановлення чупа-чупсу значно збільший бюджет тобто в середньому комплекс чупа-чупсом десь витягне тисяч на двадцять ну ми напевно ту історію заходити не будемо нам цікаво там починаючи від автомобілю там від десяти тисяч доларів щось там Passat Sportage, Sorrento середня ціна ще раз на замок капоту модельний наприклад думаю на такий автомобіль вони є одинадцять-дванадцять тисяч гривень так оперше ж таки доволі часто люди ну скажем так недооцінюють модельні замки капоту тому що вони дивляться всяких угона точки і тому подібно і там вони поголовно тільки чупа-чупси показують тобто чупа-чупси все і вони часто пускають по-перше їх встроємось по-друге як вони встановлюються по-друге які ризики вони дають хоча по факту захисту в принципі що модельний цей замок капоту що той же самий чупа-чупси аналогічно виходить чупа-чупс застрял якщо в нас майстер перворучку і він встановить замок капоту таким чином що у нас буде дуже великий ход при відкритті відповідно там зазор з'являється зазор з'являється подушку туди засунули там чи фомка вже можна підігнути і достатньо підігнути і спиляти тобто з'являється простір скажем так для роботи з цим взагалі що входить до комплексу замка-капоту саме за модельним розкажу це безпосередньо схобайк відповідно штирь також бронний рукав на трос від нашого замка тобто який буде докомпоновуватись щоб його ізвні не могли вскрити і відповідно не відкрити наш замок капоту і зачастую в усіх автосигналізаціях що так ось докомпоновується ну скажем так не то що докомпоновується а обов'язково це підкапотний модуль який бере на себе керування замком капоту тобто пандори це РШ-03БТ і не тільки тобто це скажем так багатофункціональний зазвичай модуль який робить окрім того що бере на себе керування замком капоту додаткові блокування бере на себе керування сиреною бере на себе керування датчиком температури двигуна тобто і там окрім блокувань ще можна розтягнутися реалізувати доп опції деякі які стосовні саме підкапотному простору таким чином завдяки цьому модулю у нас скажем так привязки між салоном і капотом абсолютно ніякої немає відбувається ще одна умовно кажучи ще один рівень безпеки як колега говорив це грубо кажучи ще один комплекс тобто ми повністю рубаємо зв'язок між салоном і капотом якщо в салоні там щось проводяться то під капотом вони не дістануть тобто сирена далі вищить акумулятор все ще надіятий блокування все ще активні іде розділення капот салон а як часто треба робити ТТО? по чому саме? ну от наприклад по цим механічним ну от наприклад по замку капота по замку капота бажано змащувати його хоча б раз в півроку і те ж саме стосується кінцевка чим змащувати? антистратичні силиконові змазки питання більш до статистики чи є інформація скільки взагалі в середньому вганяють автомобілі не знаю там в день в місяць в рік по статистиці по Україні по Києву по світу а є інформація по Україні по Києву? ну скажімо так ту інформацію яку можна дістати з інтернету відповідно вона абсолютно не коректна ну в середньому як покази там в день 37 приблизно автомобіль вганяється ну це статистика 37? я згадав якось я їхав з Фінляндії до їду по Естонії слухаю естонські новини кажуть цей код був у нас очень кримінальним у нас угнали 37 автомобілі і всього лиш 7 ми нашли ну мається на увазі за рік 37 а тут за добу 37 я правильно? ну по статистике та що в общем доступі показує така але скажімо так ми загалом ми бачимо тільки ту статистику та ладно серйозно 37 машин так і по чатах скільки особливо американці я присутній в багатьох чатах по газових машинах Сунати К5 їх багато привозять Оптими і Сунати з Америки і там хто тільки там почав говориться в цій темі не може відрізнити там по фарах яка машина з Америки яка з Кореї які питають хлопці наша не наша то майже 2-3 рази на тиждень кидають що якусь Сунати К5 вкрали так тобто ну відповідно а які автомобілі більш тягнуть? азіати азіати а чому азіати? а вони найпрості скажімо так по захисту азіати а якщо цей азіат ще приїхав звідки тобто не тут куплявся то це взагалі знаєш скажімо так ну їх тягнуть тому що захист базовий слабий чи їх тягнуть на запчастини для того щоб роздавати людям потім по-різному продавати роздавати що це Робін Гуда якогось згадав по більшості так щоб на запчастини автомобіль шов а іноді бувають такі варіанти от людина там зацікавлена покупкою дешевою покупкою такого автомобіля тобто готовий іти там на те чи інші ризики і іноді такі варіанти встречається але більше сідаці як древній мотоцикл Ява кусок гвоздя вставив запустив двигатель і поехав так же і корейські машини вставив ключик запустив или даже сломав замок она запустилась і поехала нічого їй не надо так вот вот когда ми порыли статистики то действительно самые угоняемые автомобіли это американский потому что американский рынок завален большой спрос на кузовные элементы поэтому тянут машины американские режут их на запчасти эти запчасти продають че делают с остатками никому это не не неведомо не непонятно ну в общем пусть службы с этим разбираются факт того что утягивают очень много именно американских автомобилей он есть есть у парней один автомобиль который приехал к ним на обслуживание и там стоит сигнализация в общем наглядный пример то как этого точно делать не нужно мы не будем показывать номера автомобиля мы не будем в общем покажем только то как этого делать точно не нужно тут люди нас вернулись с проханием дореализовать одну из опций системы ну в принципе мы с таким стикаемся дуже часто навіть нас на наших каналах есть такой обзор таких монтажей но хотелось бы знать за что человек платит деньги когда экономит на каком-то там элементе установки если смотреться здесь система находится в легкодоступном месте практически за блоком предохранителей запобежников соответственно она никак не захищена у нас от того чтобы ее найти и нашкодить вот этого кабеля тут вообще не должно быть это кабель для программирования систем далее вот эта вся проводка это все сопли их не должно быть видно при идеальном монтаже злоумисник не должно понимать где что находится то все должно быть по штатке соответственно блокирование находится там же самое соответственно по бензонасосу самое простое то безглузное блокирование которое сейчас можно использовать при таком монтаже действительно система показывает что она работает охраняет и работают датчики руху нахилу но ее монтаж позволяет ее не шкодить буквально за 30 секунд моя история почему я себе поставил охранный комплекс на медне парень с volvo family присылает фотографии что у него выдрали глаза ну в смысле с автомобиля сняли фары а фара в среднем стоит 250 евро бог с ними с теми фарами на моем автомобиле тем более тоже их выдирали это правда было еще в европе вот но после того у меня остался кривой капот и до сих пор кстати несколько попыток уже было сделать классные идеальные зазоры все починить на место поставить ни у кого не получилось и вот сколько стоит капот я тоже знаю так вот если бы на тот момент у меня стоял некий подобный охранный комплекс этого ничего бы не было ну как говорил наш первый президент украины моему то еще моему и я решил все-таки поставить себе автозапуск и вот с автозапуском мне поставили дополнительно охранный комплекс вот такую кучу плюшек дальше вопрос стал о том что я себе захотел взять брелочную сигнализацию а парни рассказали слушай по деньгам в принципе оно стоит одинаково только когда у тебя есть телефон в руках ты можешь запускать с любой точки планеты где есть интернет и следить за своим автомобилем ну то есть разница очевидна одно дело когда ты в зоне прямой видимости пусть это будет там 30 50 150 ладно пусть будет 2 километра что маловероятно но пусть будет 2 и очевидно почему лично я себе выбрал gsm они брелочную тему выбор очевиден то есть машину можно запускать издалека это был основной выбор минус конечно есть того что надо каждый месяц пополнять машину на 40 гривен по счету но это такие копеечные расходы в короче об этом немножко позже и хочу сказать что я себе ставил вот эту приблуду только из-за автозапуска а что я получил что я получил к тому что я приобрел а чем краще gsm сигналка не же просто автозапуск кнопки насамперед это возможность запрограммовать запуск по варіантам то насамперед варіант запуска по розкладу то вы можете там каждый день выставьте свой розклад або каждый день в один и тот самый час раз а можно окремо по тижням наприклад с понеделка по пятницу я разумею что я еду на работу с 7 утра я уже приезжаю в автомобиль и хочу чтобы он был теплесенький теплесенький то то вы можете зробить розклад у вас будет само график с понеделка по неделю два скажем так два рази вы можете там запустите вранці можете запустите ввечеринь другого варіантин запуска по температуре двигуна тема актуальна ну скажем так для автомобилей дизель то вы можете регулировать при какой температуре у вас будет запускаться автомобиль давайте я разповім на звичайной мове что это таки наприклад для дизель дейсно назар каже дуже актуально це коли ставим наприклад выставляем температуру мінус десять и коли температура падает до мінус десяти машина розумеет пипец буде мінус двенадцать буде вже пипец холодно треба запуститись прогритися і двигун прогривається і потім коли він не опуститься знову до мінус десяти він не запуститься тому зранку буде дуже комфортний запуск приходим тепленьке мастило тепленьке все всі там стоять чмихаю цими дизелями хтось там тягне машину на відігрити а тут все вже не спрацює тут вже тихесенько я правильно розумію мається на увазі буде все комфортно все чудово і третий варіант це запуск по просадки атомулятора оператор таки тема актуальна дуже насильна і оператор таки актуальна для дизелів тому що все таки для запуска дизелю потрібно більше потужності ніж для запуска бензинового і гібриди також стосуються є у них там своя специфіка якщо просадка основного акумулятора йде нижче ніж потрібно там рівні ну тут вже по так паспорту потрібно дивитися а як вона розуміє що він заряжений система підключається до акумулятора тобто вона це може промінітурити стан акумулятора відповідно ви також це бачите коли у вас пристановлені є додаток це якщо джесемна система ну якщо брелочна там також виводиться брелок індикація заряду акумулятора і система розуміє там ви виставляєте в додатку порог акумулятора який є для ваш автомобільного тобто система буде стільки працювати поки не підзарядить Скільки залишилось паливо в бакі чи можливо прослуховувати що окується в салоні колись стоїть така сигналізація по баку в принципі можна Опять ж таки два варіанти реалізації тягнутися вручну або по кончині само підтягнеться тягнутися вручну це деяких автомобілів стосується де по кончині не спосвіжується тобто зразу йде на панель або великих автомобілів таких прикладів як там Infiniti Q60 там зачастують два датчика просто У мене також два два поплавка два бака два датчика і воно середньо вираховує от потрібно скажем так до них тягнутися щоб реалізувати дану опцію доволі така мутерна бо потрібно ну скажемо ззадок розбирати що це реалізувати тобто але опції це присутнє прослуховування зараз повертається дана опція до систем Pandora тому що це взагалі було під законом ну заборонено а ну так типо прослуховування неможливо але зараз Pandora знову повертається знову комплектує мікрофони у своєї системи призрак і не переставав комплектувати тобто мікрофони у них практично в усіх системах присутні GPS відслідковані можливо тобто в G7 системах це просто додавання такого GPS модуля ну трекера у брилочних системах якщо ми говоримо про сучасні то там скажімо так не просто GPS модуля переводу системи в такий гібридний комплекс в якому буде і брилок і GSM і GPS тобто тому що воно відповідно якщо в нас брилочна система то саме по собі встановлені GPS трекера як би можна але толку від цього немає бо ми ж не будемо відслідковувати де це виконується тому потрібно скажімо так ставити іменну телеметрію яка нам дає і вихід в інтернет і дзвінки і GPS трекер щоб підв'язати до телефону і бачити весь стан автомобіля через телефон перед тим як ставити себе охранний комплекс нужно понимати що їх є три вида первый це GSM це коли у вас управління по телефону второй це брилочний це коли у вас брилок є от сигнализации с мониторчиком который там сигнализирує о чому то а третій це є гібридний гібридний це коли і GSM і брилок і телефон це гібридна система т.е. можна управлять телефоном можна управлять с брилка можна можна по-разному ну гібридні я їх не бачил скажу так мабуть вони не популярні хоча вони такі є і об цьому потрібно знати але більш розвернуто о системах все-таки парні розкажуть по-перше ви можете відкрити і закрити автомобіль це по замовчуванню коли буває наприклад по собі знаю пізно приїжджаю додому сумки взяв пішов дивлюсь на телефон відкрита стоїть закрив було такий випадок коли у меня не було системи я залишав автомобіль відкритий у мене була другая історія я приїхав уставший плюс у мене где-то задержався в общем мене хватило на то чтобы открыть багажник забрать свои вещи дойти домой лечь спать поближе к теплой кровати так вот часа через три приехав сосед и он закрыл крышку багажника и то он мне звонил спрашивал закрыть оставить открытым но я уже был такой уставший что я не отреагировал а вот была бы такая система посмотрел на телефон даже если удаленно хотя в моем случае удаленно у меня сама крышка багажника не закрывается но я бы отреагировал в общем такая ситуация в жизни была у меня про то мы также контролируем зарянку акумулятор Если аккумулятор седает, и у нас автомобиль находится где-то на стоянке, а мы не можем его подзарядить. Например, мы поехали за кордон, можно запрошу программовать, что автомобиль будет сам себя запускать, заряджать и глохнуть. Также можно еще посмотреть все статусы подъем, которые происходят. То есть, если что-то случилось, можно сразу посмотреть, где, когда и как это случилось. Подальше, Pandora уже разработала, выпустила на рынок свои видеореестраторы. То есть, можно будет с мобильного телефона переглядать, что происходит. Только записал себе вопрос. Я хотел запрещать за регистратур. Так, снова таки, ждем поставки для того, чтобы протестировать, потому что мы не можем радовать, пока сами не протестуем на себе. Сигнализация Pandora настолько надежная, что даже я не могу запустить свой автомобиль, он здесь остается до завтра. Я с рюкзаком пошел в закат. Ну, а теперь все-таки, наверное, о приятном, почему я оставляю машину до завтра. Оставляю машину до завтра только лишь потому, что надо этот комплекс установить правильно. Для того, чтобы установить правильно, надо время. Потом есть целая куча настроек, программирования и всего остального. Ну, это я прибежал наскоком. Эй, пацаны, бегом! Они-то меня взяли в работу, говорят, слушай, мы можем тебе сегодня настроить. Ну, если будешь слегка благоразумным, ну, имеется в виду настройки, проверки и все остальное. То есть, это может закончиться глубокой ночью, если мы будем их гнать. Или же спокойненько завтра в 12 часов дня можно приехать и забрать уже настроенный, готовый, гарантийный автомобиль. Ну, я так думаю. Крайне мере, я свято верю, во что я подписываюсь. Коль эта вся история началась с Петра, я считаю нужным сказать, что, в принципе, Петр приехал, ему все установили, все было классно. Но уехал он в 3 часа ночи от парней. То есть, до 3 часов ночи они сидели с ним нянчились, они с недели все ему настраивали, отпускали только для того, чтобы все работало. 3 часа ночи. Большинство компаний 7 часов вечера, двери закрываются, все нафиг, все завтра. А здесь парень был с другого города и, возможно, из-за того, что мы снимали, возможно, нет. Хотя, с другой стороны, есть целая куча гостиниц у них рядом, я уже задавал этот вопрос. Но, сам факт того, что они его отпустили не вечером, а в 3 часа ночи и пошли моменты сбои, где они не смогли вовремя быстро настроить. То есть, они себе настроили формат того, что они хотят быстро установить сигнализацию, но не получилось быстро. Поэтому, ребята, всегда имейте запас. И не важно, куда вы обратитесь, понимайте, что запас по времени у вас должен быть. В общем, итоги первого дня. Что мне наобещали? Мне запуск двигателя будет в любом случае. Это то, что я хотел. Значит, из плюшек парни сейчас будут разбираться по дверям. Там они должны подключить все двери, ну, так, чтобы было с кнопочки открыл, с кнопочки закрыл. Летом, чтобы все проветривалось. Я просто обоссался отчасти. Ну, хотя такого говорить нельзя, но мне это очень понравилось. Но, опять-таки, это типа под вопросом, но, говорят, решим. Следующий вопрос. Люк. Вот, тоже пообещали, что сделают люк. Ну, опять-таки, это типа все не точно, но большая доля вероятности того, что они с этим справятся. Бак топлива показывать не будет, да и бог с ним. Запуск будет по температуре. Мне не актуально, но, типа, если я куда-то буду улетать, надолго оставлять автомобиль, естественно, он чего-то там поджирает. И чтобы он совсем сопли не замерзал, как плюшка пусть будет. Дальше, чего еще наобещали. То, что будет видно, где автомобиль по карте. Ну, не знаю, мне это, наверное, не актуально. Хотя, со временем посмотрим. Может быть, где-то эта штука пригодится. Прикольная фича в том, что, если даже меня выкинули с машины, осталась метка в машине, остался телефон в машине, я ловлю любого прохожего. Звоню на автомобиль, ввожу код и она тупо глохнет. Прикольная штука? Прикольная. Ну, я не знаю, как бы, когда ее можно применить в данном этапе. Это если бы был там какой-то инфинити дорогой, что там еще воруют. Вот кукурузеры 200-е, там какая-то Mazda CX 5-я, 6-я. Вот это вот все часто ворует. Так вот, я подписался в херню, в которой я не был готов, но мне она показалась нужной. То есть, я точно хотел автозапуск, и автозапуск у меня будет. Поэтому не с расстроенным видом, а с нормальным настроением я сегодня еду домой. А вот завтра парни говорят, приезжай к 12-ти часам, и мы тебе отдадим, проведем инструктаж. В общем, в хорошем настроении, я поехал домой. Как удобненько. Доброе утро. Доехал, 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 честно говоря, не очень. Доехал, опоздал аж на 40 минут. И все только потому, что, ну, парень, откровенно говоря, поехал не так, как удобно было. Хотя и пробки, и все остальное. Ладно, грузимся и идем дальше. Спасибо. Спасибо. Ну, машина, можно сказать, не переночевала. До 3-х ранку хлопці возилися, тобто, з реалізацією доводчиковиком. Як і було раніше сказано, вилізли все-таки нюанси по специфике Вольво. І, скажем так, реалізація можлива, але потрібно до цього з'їздитися все-таки до дилера. Активувати, чи навіть поставити додатково. Я в Инстаграм написав, що я у хлопців, і розумна людина написала наступний коментар. Сейчас. Вольво і сторонній сигналізації несовмістимы. Только дополнение к штатной сигналке. Так что тот, кто это сказал, вы наверняка правы. Не победила Pandora вольвовскую сигналку. Ну, чому ж не победила? Керування замками у нас є. Автозапуск ми реалізували, тобі ж, вольво не... Ну, автозапуск у нас присутні. Тобто, ми також змогли обійти штатну охорону. В цьому плані це раз. А в плані доводчика віком тут не то, що несовмістимысь. Тут трошки інші, скажем так, нюанси. Поки готують автомобіль, є ще запитання. Турботаймер, можливо, поставить до цього, до автозапуска? Так. Вопрос. Прошивають ли у них ключі к автомобілям? Так. Деябов раніше. Ключ зробити на Вольво офіціалу вартує 250 євро, тільки нижна частинка. Ну, на Вольво 79-го року. Ну, такий, як у вас. Да, да, да. Ну, офіціалу, да, там зовсім інші ресторки. Тобто механіка якось відрізняється, не? Так, так, так. Є різниці між автоматом і механікою, скажем так. Коли ставиться автозапуск на механіку, то автомобіль потрібно, скажем так, підготувати для запуску. Коли ви приїжджаєте на саперед додому, ви повинні вимкнути передачу, затягнути ручник. Таким чином ви активуєте програмну нейтраль. Як зрозуміти, що ви все виконали вірно? Коли ви виймаєте ключ, чи глушить, ну, підповідно, механіка, це в нас... Витягується ключ, машина не глушиться, вона хлопається, ставиться на сигналку, тоді глушиться. Я це знаю. Я до того, що таймінг відео і так вже буде дуже великий, тому так, відповідь так ставиться. До речі, якісь гостиничні комплекси у вас тут поруч є? Так. Можна ли не ходитися рядом і мішати, смотреть за процесом, не мішає? Так, звісно. Ну, скажімо так, періодично, тому що все-таки, окрім вашого автомобіля, ще будуть деякі автомобіли, на основі не то. Скажімо так, за додаткові угоди. Подробні о метках хотілося б узнать, як в дополіннях штатної сигналізації, сам, пользуюсь PANDEKTA S670, не знаю, що це таке, буває ли, кстати... Иммобілайзер. Буває, кстати, немного моросить брелок, але не дуже удачний їх по ходу. Автоаудіку 5 єврото. Ні, тут, скажімо так, не то, що він не удачний, просто іммобілайзери ІЕС, ну, взагалі, і система іммобілайзер, які працювали на той момент по радіочастотам, на сьогоднішній день вже дуже багато, дуже сильно, точніше, засорений цей канал, і тому вони підбарахлюють. Тому що багато, скажімо так, сторонніх пристроїв, які це використовують, і канал забитий. Готова, неготова? Автомобіль? Так, погнать, там за останні перебірки. Зараз почнемо здавати вам. На телефон зараз скачайте додаток Pandora Connect і Pandora BT. Pandora Connect відкриваємо. Відчинено. Відображається тут ваш автомобіль у головному екрані. Що саме ми на нього можемо вчити? Те, що автомобіль залишається, не біду. It's the sharpest cry, that here goes better wide, where the dust will lie. It's the sharpest cry, that's the sharpest cry, that's the sharpest cry. І все інше. Ну і буду розповідати за режим той, і, короче, ще багато-багато чого. Вже пройшло дві, і це ще не кінець. Так що коли кажуть година часу, ми за годину це зробимо, лапша на уші народу, не відіться, не встигнути. А раз кажуть на три години, все одно нічого не буде запам'ятовано. Я думал, що зараз перерізання ленточки, от у тебе все работает. Але хтось із підписчиків оказався прав. Вольво подружить с сигналкою, не так і просто. Да, куча допів є, але і це все. І, оказалось, забрали все каналы, які должны були бути, і на регистратор ще міста не осталось. Короче, Пандора – це, наверное, хорошо. Посмотрим, таку куча всяких штук. Вроде бы автозапуск, это прикольно, но, 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 но. К автозапуску появилась еще куча всего. Ладно, пошелось грузиться. Итак, зараз будемо підключати ваш телефон по блютузу насамперед. Да, да, да. Нормально, да? По шук пристрою, да. Тому що ми зараз не активували, як би, блютуз безпосередньо в системе. Для того, щоб активувати блютуз, нам супірно наших комп провали. Пиздається. Дякую. Дякую. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в принципе, это все. А, на карте зараз выедем с бокса, чтобы она цепнула спутник. Друзья, дальше будет тема, о которой я, в принципе, никогда не люблю говорить. Там типа подписывайся на канал, ставь лайк и всякое такое. Но, в данном случае, парни с агент Car Security, так, по-моему, они называются, если я не ошибаюсь, так вот, они меня провоцируют на это. И я хочу максимально правильно сделать. Ну, то есть, там, кто поставит больше всех лайков или там, кто скажет какой-то комментарий. Нифига, играемся в другую игру. Вот кто-то пишет комментарий. И вот, чей комментарий наберет больше всех лайков, ну, то есть, который не то, чтобы там в рандомность сыграть или еще что-то. Буду оценивать даже не я, потому что, вот, тратить время я люблю, я умею, я могу. Но, давайте, вот, сторонние люди это оценят. И вот, под видео пишем комментарий. И чей комментарий наберет больше всех лайков, тот получит 20% скидку на работы по установке от этой компании. Они мне дали такое право. Пишем комментарий, подписываемся, лайки. И чей комментарий наберет больше всех лайков, тот и получит вот эту вот скидку. У меня есть душевная тема рассказать про парней, которые профессионалы в своем деле. Парни практически целый час рассказывают о том, как этим пользоваться. Если вдруг сядет там какая-то батарейка. Короче, они дают столько информации, что за раз хрен запомнишь. Это один меня научил, рассказал о том, что это может. А потом еще было потрачено полтора часа времени на то, как всем этим кораблем пользоваться. Кажется, пипец как тяжело. Нифига тяжелого нет, не ведитесь. Друзья, если подытожить на моем личном опыте, то что я получил, кроме автозапуска? Ну да, мне обещали сделать окна. Кстати, говорят, окна мы тебе сделаем. Приезжай, запустим дополнительных 4 канала. Почему так? Потому что у Volvo управляется каждый канал по отдельности. То есть можно настроить опускание, поднимание стекол. Но это нужен дополнительный день. Я говорю, нет, сейчас не нужно. Ладно, мы о плюшках. Что мы получили с плюшек из того, что я ожидал и не знал. Значит, первое, что... Кстати, о птичках. Первое, здесь видно, сколько денег осталось на балансе. То есть 3 недели назад, практически 1000 километров назад, я пополнил счет на 50 гривен. У меня осталось 15. То есть деньги у меня еще есть. И скажу больше. Когда деньги заканчиваются, будет звонить и говорить о том, что пополните счет своего телефона. Все-таки из хорошего. Плюшка, от которой протащился я, это то, что у нее здесь есть возможность сбрасывать сервисный пробег и видеть, сколько автомобиль проехал после этого сброса. Когда полезно. Когда... Сейчас объясню на своем примере. Вот, например, собираюсь я куда-то ехать в... Допустим, неважно, в Карпаты, в Голландию, куда угодно. Я вижу, что у меня осталось проехать те же самые 937 километров. Я трижды подумаю, а нужно ли мне с таким пробегом ехать куда-то далеко. У меня уже было несколько раз ситуация, когда вот в круговороте событий, в суете серых будней, назовем так, я прыгаю в автомобиль, лечу куда-то в Карпаты и только за Киев выезжаю. Мне светится сервисный пробег. А я понимаю, что мне надо доехать туда, вернуться обратно. А я про это просто забыл. Так вот, перед тем, как ехать, когда я увижу, что у меня осталось 937 километров, допустим, осталось, я трижды подумаю, а надо ли мне с таким пробегом ехать или нет. То есть прогнозировать стало очень легко и очень удобно. Дальше. Из плюшек, про которые не сказали парни. Вот сейчас я приехал, оставил автомобиль с утра, сейчас уже 15.37. То есть, грубо говоря, рабочий день скоро заканчивается. И я вижу, что у меня аккумулятор не просел вообще. А вот когда вы ставите на под охрану автомобиль, видите 12.4, и через несколько часов, или же, допустим, вечером поставили, а к утру вы видите там 11.9, ребята, 12 раз подумайте, а надо ли вам такой аккумулятор на зиму. Прикольная плюшка. Прикольная. Никто про нее не говорит. Это такие легкие выводы. По поводу бака. Я думал, ну, первых, мне сказали сразу, он работать не будет, хотя по факту он работает, достает информацию. И еще больше. Оказывается, в системе можно настроить, какое количество литров бака есть объем. Здесь нарисовано, что 100% это 100 литров. В этом ошибка. У меня бак идет на 80 литров, а здесь написано на 100. Парни рассказали, как это сделать. Ну, скажу честно, это геморройно, поэтому я буду проезжать мимо них, заправляю полный бак. Они мне ставят, что у меня 80, и дальше будет все. Красота. Удобно из того, что видно, какая остаточная температура двигателя. То есть, несмотря на то, что машина стоит целый день, он с 90 упал до 15. То есть, прямо сейчас его запустить, и я понимаю, что он быстро поднимется до 40, до рабочей температуры, и можно не ждать долго, а свободно ехать. Хотя есть стрелочка на приборе для этого. Но это я к тому, что можно прогнозировать время. Плюс, понимаем, что 9 градусов в салоне, не знаю, важно это или не важно, может кому-то важно. Важно летом узнать, когда в летом будет плюс 40 в салоне или еще что-то. Вот это важно. Когда бах, охладил систему, и садишься, когда уже, например, плюс 25 или плюс 24 в салоне, выходишь из офиса, когда сало по морде течет, жара и всякое такое. Вот это удобно. Ну и есть температура за бортом сейчас 2 градуса. Не знаю, важно это или нет, когда это можно посмотреть на рабочем экране монитора. Дальше еще, что мне понравилось. Значит, с учетом того, что я периодически автомобиль даю детям, я периодически даю автомобиль своим знакомым, когда поехать по городу. Здесь есть очень интересная тема. Особенно тем, кто выдает автомобиль, фича очень прикольная. Сейчас поясню. Вот, например, видно, где и куда я сегодня ездил. Нажимаем. Я выехал. Проехал 13 километров. Ехал, я был в пути 42 минуты. И видно, куда я ехал и когда. Это я к чему рассказываю. Когда кто-то валит мимо камеры, на камере всегда видно время. Так вот, момент того, что можно посмотреть, когда кто-то ездил и попал на камеру, я думаю, вы точно знаете. Тем более сейчас, сразу же, если вы подключены, в телеграм сразу же приходит буквально через 40 секунд сообщение о том, что вы нарушили. И в этот момент, когда вы, допустим, находитесь в офисе, приходит сообщение, там, пусть даже 255 гривен нарушения. Ё-моё, кто эта сволочь? Кто эта сволочь, которая ездит на машине? Та сволочь, которой вы выдали этот автомобиль и который должен держать правила дорожного движения. Но даже если это придет потом, то можно понять и можно вспомнить, кому и когда вы давали автомобиль. И вот здесь это приложение реально поможет. И на самом деле здесь всяких плюшек еще. Большой вагон и маленькая тележка. Можно здесь дополнительно заходить, настраивать датчики. И чувствительность датчика полезна тем, кто живет возле железной дороги. То есть, если вы хотите сделать так, чтобы на капот прыгала кошечка и вы это чувствовали, ну, сделай легкое отступление. Тема ржачная, но реально очень прикольная. Кому-то она покажется смешной, кому-то нет. Так вот, коты очень часто ссут там, где фильтр салона. То есть, он залазит на окно и вот на окно начинает ссать, где фильтр салона. И потом такое вонидло в машине, что просто караул. Поэтому можно настроить таким образом, что когда прыгнет на капот кошак, она засигнализирует. Но минус заключается в том, что если вы живете где-то возле железной дороги, то он будет сигнализировать. Всегда, когда проезжает паровоз. Об этом тоже надо не забывать. Есть датчик удара тревожный один, тревожный второй. Ну, и вот об этих датчиках я рассказал. Есть датчики объема, они у меня не установлены, но тем не менее есть такая тема. У меня установлено два родных. Два родных я могу настраивать таким образом, что даже муха залетит в салон, оно будет сигнализировать. Пробовал, работает, действует. Оставляешь машину с открытыми руками, руку в салон засовываешь и сразу начинает верещать. Короче, есть дофига чего. Датчик наклона. То есть, допустим, кто-то захочет украсть колесо, подходит, приподнимает автомобиль и он сразу сигнализирует. И что самое интересное, что в любой момент, при любом тревожном сигнале сразу же включается, ну, если у вас стоит две камеры или четыре камеры или хотя бы одна камера, регистратор сразу же автоматически включается, регистратор. И для этого не нужно сейчас покупать их нефирменный, пандоровский, как они рекламируют. Да, когда он выйдет, когда он появится здесь, а на данную минуту их еще нет. Возможно, там какое-то мега классное, мега зачетное приблуда, но тот регистратор, который есть у меня, они подключили. Они сделали, парни молодцы. В общем, сказать, что я недоволен, я не могу. Сказать, что я вау, мега доволен, я тоже не могу. Я получил то, что имел, но я остался доволен в том формате, что мне дали кучу плюшек, которые пошли здесь таким паровозом. Нужно это или нет, думать вам, принимать решение вам. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1Авто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. В заключении важно сказать то, что установка сигнализации, она, во-первых, у нее есть индивидуальная карточка со своим индивидуальным кодом, что позволяет получить доступ только тогда, когда есть карточка. Ну, не карточка, а данные с этой карточки. Они зашиты в каждую сигналку свои. Второй момент. Вот эта вот схема, блок установки. Парни подписывают, где, чего, куда, какие провода ставят. Аккуратно потом вот это вот складывается и ложится в коробочку вместе со всем остальной темой. Точно так же они выдают картинку автомобиля, где по автомобилю ставят, где стоит датчик GPS, где стоит сам охранный комплекс, где какие Bluetooth, вот эти вот реле-блокировки стоят. Это для чего нужно? Проходит там год, другой, третий. Электроника всегда может глючить стабильно. И когда у вас есть исходники этих документов, любой уважающий себя электрик подойдет, откроет и все это максимально быстро починит. Потому что вот сколько раз я сталкивался с охранными комплексами, ну нет, наверное, с сигнализациями, которые вот криво установлены людьми, у которых две руки, обе левых, обе из жопы торчат, все изолентой перемотано, хрен пойми где. И вот с этой херней разбираться, ну просто ужас. А здесь, ну настолько все красиво сделано. Я не был в других установочных центрах. Я не знаю, как работают там парни. Наверняка есть тоже хорошие люди, которые устанавливают. Но вот проработав с этими парнями, я точно понимаю, что с ними я могу сотрудничать. Думаю, максимально объемно рассказал. Друзья, всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Николай Тарануха. Киев, компания 1Авто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok